Здравствуйте! Вы смотрите программу «Деньги». Гость в нашей студии – главный врач Нижегородского областного центра по борьбе и профилактике СПИДа, а также инфекционных заболеваний Соломон Апаян. Соломон Айказович, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Когда вы были назначены главным врачом Лукояновской ЦРБ, вы практически за год ее спасли. Каким образом вам удалось совершить это экономическое чудо, спасти больницу от закрытия, закупить новое оборудование и так далее? Конечно, ситуация была плачевная. Собирал сначала коллектив. С чего там начинать, надо общаться с коллективом. Много, куча всего жалоб, обоснованных, необоснованных. Дальше был такой длительный разговор в администрации района, чего они хотят, как они хотят видеть развитие. Услышал. И для меня самое главное было понимать, почему пациенты в Лукоянском районе населения не лечатся в самой ЦРБ. Потому что они уезжали в Москву, Нижний Новгород, Варзамас и так далее. Собрал, услышал, взял все предложения. И, соответственно, еще с учетом пожеланиями здраво, мне надо было бы все эти предложения слить воедино и выстроить стратегию больницы. Сколько понадобилось времени, чтобы... Вникал, да, я вникал где-то 3-4 месяца. Чтобы все... Понимаете, потому что хозяйство там огромное, 54 здания и 700 сотрудников. И при этом кадровый дефицит составлял 50%. Врачей практически не было. И возраст врачебный, средний возраст был 50 лет. То есть я понимал, что буквально через 5 лет все уйдут на пенсию и работать некому будет. И благодаря, в том числе и моим знакомствам в Академии, удалось привлечь туда 8 молодых специалистов. Благодаря депутатам Госдумы, которые выделили фонд и администрации, жилищный фонд, это ремонтировали. То есть им давали уже квартиры на местах. Удалось привлечь молодых специалистов. Дальше я начал тему зарабатывания денег. А как там... То есть финансов практически не было. Как вообще удалось это сделать? Очень много организаций в Академии, поскольку это единственная больница в Академии, в которой медосмотры проходили в Арзамасе. И общаясь с руководителями организации, они говорили, что цена дорогая, то есть там дешевле, нам все делают, приезжайте сюда. Сотрудники моей жертвы жалуются, что за это они получают низкую оплату. Присмотрели финансовую политику. Сделали сумму ниже для Академии и подняли зарплату нашим сотрудникам. И так буквально в течение месяца была такая бомба. Практически все организации прошли у нас медосмотр и хорошая сумма там накапала на счет. Сегодня вы возглавили областной спид-центр. Он тоже нуждается в выздоровлении? Воздоровление, если брать финансовым, то нет. А если брать внутрорганизационные процессы, конечно, нуждается. Потому что, например, для меня было удивительно, что центр работает с 8 до 4. А люди, сами понимаем, там люди работают, кто-то в 6 заканчивает, кто-то в 7. И поэтому мы буквально в ближайшее время, но в декабре приживем так, буквально в ближайшее время перейдем на двусменный режим работы. То есть будем работать с 8, может быть, где-то до 8, чтобы практически охватить всех. В областном центре борьбы со спидом 1 декабря – особенный день, когда все сотрудники крепят алые ленты на грудь в знак солидарности с теми, кого затронула страшная эпидемия. Здесь любой желающий может проверить свой ВИЧ-статус. Наша съемочная группа тоже решила присоединиться к акции. Но Всемирный день борьбы со спидом – еще не повод проверить свой ВИЧ-статус. Сделать это можно в любой день, кроме выходных, бесплатно, анонимно и даже без документов. Все пробирки поступают в лабораторию диагностики, где специалисты всего за 2 часа могут поставить точный диагноз. Каждый год в среднем 6-8 тысяч нижегородцев добровольно идут сдавать кровь на ВИЧ-статус. По прогнозам руководителя Федерального научно-методического центра СПИД Академика Покровского, в России на сегодняшний момент проживает не менее полутора миллионов больных ВИЧ-инфекцией. Ранняя диагностика – это залог долгой и достаточно сохранной жизни, качества жизни. Заболевание стареет с каждым годом. Больше заболевших среди людей от 30 лет и старше. Причем две трети инфицированных – мужчины. И доминируют, как это неудивительно, вовсе не наркоманы, а простые люди, которые, казалось бы, живут обычной жизнью и даже не подозревают о своем заболевании. Ольга Кузьмичева – одна из них. Все эти годы пытаемся донести ей своей организации, да, и ребята, которые являются волонтерами моей организации, пытаемся донести, что толерантность – это, наверное, основной момент для того, чтобы победить ВИЧ-инфекцию, надо, наверное, стать добрее. Специалисты совершенно разных сфер деятельности стараются привлечь внимание людей к этой проблеме и ориентируются уже не на школы и вузы, а на предприятия. Нам нужно найти точку, на которую нам нужно повлиять. Вот эту точку найти очень сложно. И поэтому, конечно, должны быть задействованы все структуры. Нужно сказать, что в прошлом году у нас активно была, у нас, да, нам представил бюллетень, наш центр СПИДа. Конечно, проводилась большая работа КРИН. Мы сделали работу на активизацию всех мероприятий с работодателями. Эпидемиологическая ситуация в Нижегородской области относительно стабильная по сравнению с другими регионами. Но не стоит расслабляться, должна быть массовая пропаганда здорового образа жизни. В это воскресенье, 3 декабря, Управление регионального Роспотребнадзора вместе с ВИЧ-положительными людьми организует забег на стадионе труд, чтобы доказать всем и самим себе, нет ничего важнее в жизни человека, чем его здоровье. Ну вот с мерами профилактики всегда были, мне кажется, в России проблемы. Проблемы были, да, да, такая проблема есть. Главное их слышать, главное понимать. Мы сейчас создали волонтерский центр, обучаем там наших волонтеров. В том числе волонтерами являются люди, которые являются ВИЧ-положительными. Первое, что мы хотим, избавиться от такого негативного отношения к ВИЧ-положительным человекам. Надо понимать, что это такой же человек. Надо просто поднимать меры профилактики. И к нам, к сожалению, когда мы выявляем ВИЧ-инфекцию, к сожалению, мы выявляем на третьей стадии ВИЧ-инфекции, когда человеку уже симптомы заболевания появляются. И, конечно, трудно там лечить, но мы все равно стараемся и по терапии максимально вложиться в пациента. А если вот выявлять вначале, да, и максимально принимать правильное лечение, то человек может прожить абсолютно, там, не зануть ни о чем, не умереть своей естественной смертью. Вот об этом как раз мы хотим донести там населению, что надо вовремя приходить, то есть желательно раз в полгода проверять кровь на ВИЧ-инфекцию. Следующая проблема, я очень внимательно отношусь к информатизации здравоохранения. Там у нас состоит программа внутри, чтобы врачам меньше бумажного лакита было, чтобы мы могли больше пациентов принимать. Но, к сожалению, программа не предусматривает общение между отделением. То есть человек сдал в лабораторию кровь, врач не видит у себя на компьютере, кто к нему дальше пойдет. И, соответственно, буквально у нас на прошлой неделе был такой мозговой штурм вместе с антиспециалистами. Мы сейчас это приводим в порядок. То есть человек пришел в лабораторию, сдал кровь, и он уже на компьютерах, врачи уже на местах его уже ждут. Понимаете, то есть не надо там время тратить на бумажки и так далее. Вот, в следующий момент у нас там нет информата. То есть регистратура загружена, там есть, конечно же, очереди. Электронная запись плохо работает. То есть будем обращать на это внимание, чтобы информат появился, и регистратура, там через электронную запись, через интернет, людей принимали вовремя. Еще есть проблема, конечно, там есть недостаток кадров, но в ближайшее время, там, например, педиатра нам не хватает, в ближайшее время мы эту проблему закроем. Мало нам о нас говорят в СМИ, да, там, то есть спасибо вам, что пригласили, и в очередной раз могу там эту проблему поднять. Будем над этим работать. Практически не велась работа в своих сетях. Хотя уязвимая группа, это молодежная среда, мы сейчас максимально уходим в ВКонтакте, в Фейсбук, в Инстаграм и так далее. Конечно, будет создавать еще пресс-службу нашу, которой практически не было. Работа велась там активно, но нигде не освещалась, но считается, что она практически не велась. И в следующий момент это коммерческая организация. Мы сейчас начали активно с ними сотрудничать, в каком плане? Есть ребята, но их не слышали. Буквально там у нас за неделю там несколько встреч проходили, они готовы этим заниматься, то есть они готовы рассказывать с открытым лицом те люди, которые болеют. А сколько сегодня ВИЧ-инфицированных и больных с ПИДом? И все ли они получают лечение? Значит, официально зарегистрировано у нас 24 037 человек, это на 1 ноября. Из них 65% это мужчины. СПИДом считается 4-5 стадии ВИЧ-инфикса, когда человек уже там серьезно имеет проблемы со здоровьем. Как раз 4-5 стадии имеют 288 человек на данный момент. Но опять же повторюсь, если вовремя начать лечение, до СПИДом может и не дойти ситуация. Соломон Айказович, спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Вы смотрели программу «Деньги». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова